Еще у меня такая есть идея насчет разбора. Мы когда разбираем новое произведение, ну или две недели произведения, то есть мы немножко там уже как-то разобрали что-то, я считаю, что относиться к разбору произведения нужно, в том числе и к полировке произведения, не только к первому этапу, вообще даже к среднему этапу, как к уборке комнаты. Говорю, вот представьте, вам, например, вот сказать, вот комната, уберите. Вот что ты берешь пылесос, так вот два раза проведешь, или там возьмешь тряпку, вот так поведешь рукой, и все, и чисто. Ты понимаешь, что такое тряпка? Берешь, да, вот это пятнышко, начинаешь тереть, 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 да, там, пылесосом вот с этой стороны, с этой стороны, потом вот так, потом вот так, да. То есть ты пока этот ковер не пройдешь там несколько раз, по многу раз, каждый угол, он не будет чистым. Если ты там берешь тарелку и водой прям полоснул, так и там жир же остался. Дело в том, что если ты сейчас оставил жир, то он никуда не уйдет, завтра будет опять жир Если ты там протерл, так вот раз, а там все отпечатки пальцев оставились, ну так то, это смысл, это как бы потерянное время Так вот я считаю, что когда к вам приходит ребенок, и вы начинаете разбор, начинайте с минимального количества текста Например, если вы на каких-то видео рассказываете, делайте отдельно левую руку Я свято верю в отдельные разноруки, потому что, ну не знаю, там как будто своя пьеса Знаете, как будто вы новую пьесу учите, просто пьеса, которая для левой руки на самом деле просто отдельная пьеса А почему нет? Что-то новенькое увидишь, да? Так вот, если мы, например, занимаемся, вот ко мне приходит, например, ученик с папой, да? И я показываю, весь срок я провожу на одной строчке Раньше мне казалось, что ну как же так, там много денег, да, уходит, 45 минут, а я, значит, одной строчкой занималась Может быть, будут родители, которые скажут, Виктория, у нас там целый список произведений, а мы прозанимаемся 45 минут, как бы, одной строчкой Ну и что я, еще они так не говорят, они говорят, Виктория, а какое домашнее задание? То есть вот такая кипа нот, да, а я весь урок прозанималась, так в чем домашнее задание? Ну мне так никто не говорит, типа, что вы, что вы делаете, типа, весь урок ничего не делаете, да? Никто не говорит, но они в то же самое время не понимают, в чем состоит домашнее задание Так вот, я считаю, что лучше вот эту строчку, вот просто из нее сделать все, вот просто взять и разом ее сделать Чтобы к ней больше никогда не возвращаться Это все, что вот мы взяли, вымыли все окна Представляете, вот в комнате там три окна, да, или два окна, и мы все окна вымыли, все Через неделю опять уборка, да, мы берем, чистим ковер Сначала пропылесосим, потом там, я не знаю, там, ну, водным пылесосом можно, да? Да, понимаете? Можно его поднять, под ним пропылесосить Ну как бы, я не буду описывать уборку, у каждого свои заморочки Вот, у меня бойфренд любил, я такого никогда не слышала Мы когда, я с ним участвую в каких-то его уборках иногда И вот они меня поразили тем, что, значит, мыл пол раз, потом мыл пол два Потом вот этот же пол мыл три раза А потом чуть ли не три раза, или четыре, или пять раз нужно было вытереть начисто То есть раз вытерла сухим полотенцем, еще вытерла, я такого никогда не видела Я просто обычно мою один раз, и он потом высыхает от какого-то сквозняка или там от чего-то, я не знаю Выйдем из комнаты, он потом сухой Ну, в общем, у каждого свои заморочки Но чем добротнее вы выучите этот текст, тем больше не надо с ним будет Там будет все пральцы правильно, там будет счет, четкий ртом Раз, я всем говорю, не хочешь считать? Отлично, включай метроном А я не знаю, говорю, ах, ты не знаешь, как метроном, значит, считай Потому что, когда ты перестанешь считать, у тебя метроном ляжет просто в тютюльку Потому что раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и... Вот это метроном, да? Вот, а пока ты не считаешь, то ты никогда не сыграешь песо Ни для меня, ни для папы с мамой, ни для экзаменов, вообще никуда То есть это просто waste of my time Ну так вот, либо рот, либо метроном Два варианта Вот, и я говорю, что выучим эту строчку досконально Можно даже уже в темпе, даже сказать Если там какой-то темп такой довольно интересный Быстро можно прямо до темпа довести Вот, что получается дальше? Получается минус строчка Получается, что наше произведение укоротилось на строчку Этим самым мы убиваем одного зайца Что у нас теперь меньше работы Предстоит, потому что одна уже часть сделана Ну, как бы денежки в банк положили, они там лежат А и тем же самым второй зайц Я говорю, а вот видишь, вторая строчка В принципе, если ты будешь хорошей девочкой Или хорошим мальчиком Ты пойдешь и то же самое сделаешь сам Со второй строчки Нет, ты можешь, конечно, прийти И мы можем это сделать вместе I don't mind Мы можем это делать всегда вместе Либо ты можешь представить Я даже некоторым детям говорю Вот, посади рядом с собой подушку Представь, что это я Вот, подушка, это я Что подушка буду говорить? Сделай еще раз Просчитай Там, не знаю, положи камешки, да Там, я не знаю Ну, что они такое скажут Ну, примерно дети знают, что И у меня ученик был один Я его очень-очень любила Он потом переехал в Калифорнию Продолжает также экзаменации И тоже продолжает заниматься С русской преподавательницей И он мне так говорит Виктория, ни одного слова Я все понял Я знаю, что вы хотите сказать Я говорю, ну и что? Что ты думаешь, я хочу сказать? И он прям говорил мои слова Ну, когда человек уже, как бы, Смуль занимается какое-то количество времени Он просто знает свои ошибки Он знает, о чем я хочу О чем я заостряю внимание Во время работы Так что, понимаете? Я предлагаю Пусть даже в начале кажется Что весь урок занимает эту строчку Но потом Это не только выученная строчка Получается, ей заниматься уже практически не надо До экзамена Она также еще вклад в навык Вы же хотите ему навыки дать Вы не строчку ему хотите дать Вы ему да хотите дать навык Как разбирать Как производить разбор произведений Как считать Какие пальцы Куда заострять внимание Все дети обычно что они видят? Они просто видят ноты Причем без бемолей Без пальцев Без стаккаты Без акцента Без пауз Паузы вообще не существуют Это же не нота Что они вообще думают? Вот, поэтому Вы даете не только строчку Минус строчку Вы еще даете навык Понимаете? То есть каждый раз Приходя ко мне Ученик убирает из пьесы Одну строчку Представьте, в итоге Останется всего две строчки А я так скажу Я убираю самые сложные строчки Я не беру легкое Легкое Попробую сказать Слушай, ну это ты уж сам сделал О, хорошо, я сам А ты сделал целую строчку Ну понятно, что она была легкая Допустим Там может быть там Половина строчка трудная А потом уже там Одна рука играет Например Вот, так что Я наберу себе На себя беру Крупную артиллерию А человек Как бы дочь Все, что ему дома предстоит Это просто повторить Я уже все погладила Возьму тюгом Проди из-два раза Чтобы просто Отпечаток был Что все наглажено Не надо все проглаживать Уже все выглажено Просто говорю Не потеряй эту рубашку Вот То есть понимаете Если вы будете Все выжимать Из одной строчки То потом Этот уже Как паттерн Ляжет на следующий урок То есть в следующий урок Вы тоже будете выжимать что-то Только единственное Что обычно Я Если я покажу Целый урок Как одну строчку То вторую строчку Это займет меньше времени Потому что Это какой-то уже навык Это уже привычка Ребенок Не комплейнт С ним не нужно Его зубы заговать То есть он уже идет Работа как идет Может быть не на скорости Но какой-то уже Само по себе И в это время Я могу В оставшееся время Дать гамму Как только гамма Их же сдвигать С точки Мерзые точки Очень сложно Вот эта гамма Чем мне нравятся Экзаменационные Эти книжки Что начинается Что начинается все С пяти пальцев И когда появляется Восемь Как-то появляется Восемь Как-то незаметно Знаете Восемь А потом Первый уровень Бабак Две октавы И там уже И соль мажор И ми минор И ре минор Гармонические Вот Ну в общем Все надо сдвигать С мертвой точки Я обычно беру Например Одну гамму И пока я ее Не сдвину с мертвой точки Как бы Мы на другую не идем И вот потом По ней Прям как Тюк 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 Уже поехали Уже по Как-то По привычке Добавляем просто гаммы Вот И Так что Вот этот видеоролик Я просто записала Про Может быть Кажущееся Маленькое количество Нот То есть Мы выучиваем Вот я сижу Например Смотрю на ролик Вот какой-то Я видела Сидит преподавательница И девочка Все шпарит Изначально Мне кажется В самом начале Мы видели Какую-то Дистанционку И вот Девушка сидела Слушала Как ее ученица Играет Не знаю Черни Играла девочка Не очень хорошо И самое ужасное Что пальцами Играла Какими-то Своими То есть Представляете Весь этот черни Сыграет Своими пальцами Разумеется То что Пальц Она играет Не два Три Четыре Она играет Один Два Три Четыре И не останавливается Еще добавляет Еще лишнюю ноту Так что она Еще какие-то Лишние ноты Добавляет Получается В каких-то Тактах Четыре Ну Четыре Плюс Четыре Да Бывает Пять Плюс Пять Уже Даже Метероном Не включишь Ладно Если бы играла Я Ученику Говорю Он говорит А я не хочу Мне удобно Этими пальцами Я не хочу Переучивать Мне нравится Один Два Один раз Потому что я уважаю Твое мнение Ну я доверяю тебе У тебя же свои руки У меня свои Ну а что вот Если я не права А что если Этот издатель Который Ну довольно Он очень Наробогатый человек Который издал Там Шопена Да Или там Не знаю Кого Бирковича То есть Представь Сколько нот он издал Сколько денег Пошло ему в карман Потому что он Очень умный Ты считаешь Что он недостаточно умный И у меня опыта тоже Хорошо Я доверяю тебе Только потом Перед экзаменом Когда я включу Скорость 120 Если ты не сможешь Мне не говори Что ты не можешь Переучить Сыграть Руки не слушать I don't want to hear that Либо ты берешь За себя Full responsibility Все ответственность До самого До самого Перформанса Либо Ты прогибаешься Сейчас И говоришь Я доверяю Профессионалам Потому что Если я тебе доверяю То ответственность Слежит на тебе Все Ай Как угодно Хоть носом Хоть чем Играй Чтобы это прозвучало Идеально Потому что я знаю Как идеально будет Звучить Если ты пойдешь Моим путем Ты нигде не сломаешь У тебя нигде Ничего не будет болеть У тебя будет все удобно Просто сделай 1, 2, 3, 4 Ну я так грубо говорю А если ты хочешь 2, 3, 4, 5 Ну как угодно То ответственность Лежит на тебе Бывало Бывало Может быть Два случая Когда ученик Говорил Я несу ответственность И у него получалось И с тех пор Он зарабатывал Себе бой Если в следующий раз Он опять хотел Взять на себя ответственность Я уже помнил Что он Как-то чувствует Свою руку Лучше чем я И я говорю Я помню Что у тебя получилось Я разрешаю тебе Сделать еще раз До первого провала Но из восьми Из десяти случаев Восемь человек говорят Например Да, хочу Они так Так, им же легче Пойти легким путем Чем Как бы думать Заперед Иди А потом в конце Такая сильнейшая Ломка Потому что не получается Экзамен уже быстро И начинаем по 30 раз Каждый день Играть правильными пальцами Это ужасно И потом они никогда Не говорят мне Что я что-то не хочу То есть восемь Из десяти Ломаются сами На свои же ошибки Но уже как бы Они осознанно понимают Что они сначала Берут как хотят Потом у них что-то не получается Им приходится делать Как я говорю И они уже не жалуются Либо два человека Идут своим путем Играя совершенно Те эмпатиями Что я думала И издатель думал Но у них получается И в данном случае Я не помню Кто еще Это точно был кто-то еще Но Алфред это делает У него ручка маленькая И он играет Что-то по-другому А у меня рука большая Ну то есть то что мне понятно Ему может быть Не совсем понятно В общем короче Я подстраиваюсь Под него иногда Да Вот так что Как бы прислушаемся К ученикам Но я говорю только Как бы если они Берут ответственность Я за ответственность Вот потому что Я несу полностью Ответственность Своих учеников Вот как они сыграли Гаммы Это и есть я Вот если ты позорно Сыграл Гаммы Это не они Сыграли позорную Гамму Это я их позорно научила Понимаете Если они не помнят диезы Если они Но во время экзамена Рассыпаются Вот я что говорю Вот у вас экзамен Да Хорошо Ну разумеется Страх Я же не говорю Что ой Страх Это плохо Не будем бояться Так не работает И вот Одна из участниц Форума написала Что она Давала какие-то печеньки Перед экзаменом Печеньки волшебные Все кто съест печеньку Не будет бояться И очень хорошо сыграли дети Действительно поверили Что волшебные печеньки Так я хотела сказать Хотела сказать Что я так говорю Что Обычно как-то работает Ты садишься заиграть И например Страх Он где-то сидит в тебе И ждет Либо первой пьесе Он выскочит Либо на второй пьесе выскочит Где-то он выскочит Но главное После того Как он выскочил Страх После этого Не думать Что ну теперь все Уже все Уже все остальное Не важно Все уже ошиблась Все пропадает Гори все Ярким пламенем Наоборот Как только он выскочил Все Ты потом свободна От ошибок Наоборот Как бы сейчас Как раз Это полет и предстоит Вот То есть Обычно дети Выходят И первой пьесе Начинают ошибаться После этого Я говорю Ситуация Теперь будет Все зашибись То есть Никаких больше страхов Ничего Главное Что он выскочил Вот Чтобы не тянуть В себе этот страх Дальше Раз я ошибся Ты у тебя рыдаешь То есть Если ты начинаешь Об этом думать А уже пьеса другая А ты еще От той пьесы думаешь И ты начинаешь Уже Уже даже не помнишь Что твои пальцы Конечно Будет ошибка Я говорю Брось Все Выбросили Все Ну как вот Телевизор Смотришь Там Как какой-то Выходит Какой-то актер На сцену Начинает шутить И забыл Какую-то шутку Ну неужели Он должен вернуться Обратно И опять заново начать Нам же нужно шоу Мы же хотим Чтобы он дальше Что-то говорил Да Они посмеялись Следующая шутка Будет хорошая Пианисты Или музыканты Такие же актеры Мы должны держать Свою марку Да Им 6 лет 7 8 9 Но мы должны Уже в этом возрасте Быть актерами Раз мы выходим На сцену Мы должны держать марку Да Не важно Ошиблись Не ошиблись Вперед Вот Так что Вот у меня Алфред задавал экзамен На той неделе И он рассказал Что у него ошибка была Ровно через раз Начал с ошибки Вторая пьеса идеально Нет Вру Либо начался Ошибки идеально А потом ошибка Идеальная ошибка Либо идеальная ошибка Идеальная ошибка В общем 5 пьес было То ли в двух То ли в трех ошибки Я говорю Ну честно говоря Вот этого Об этом я еще не слышала Это ровно через раз Как можно было Так ошибаться Через раз Получается Как эта лошадка Как бы Либо Ты ее скачешь Либо она тебе скачет Ну как бы Это же лошадка Она не может Не слушаться Следующий раз когда ты почувствуешь, что у тебя этот страх, и ты увидишь, что вот она ошибка, ты должна обладать этим страхом. Это же не то, что у тебя сон снится, и идешь, ой, меня сейчас убьют, убьют, это сон. Ты же в реальности сидишь, ты знаешь, покажи, ты все выучил. Перестань верить в эту ошибку. В общем, очень важно прорабатывать вот перед экзаменом даже все, что уже выучено, выучено, выучено. Нужно понять внутри, как у человека работает, и особенно проанализировать предыдущий экзамен, как он его чувствовал. И вот перед следующим экзаменом направить его на преодоление вот этого страха, который случается во время игры. Вот, и опять же помогает, здорово помогает сказать, что мы, грубо говоря, мы даже своих педагогов даже не знаем. Каждый раз это новое. Их как-то меняют в экзаменационном этом комитете, что они, по-моему, находятся, они делают экзамены два года, а через два года они не могут дальше какое-то время принимать экзамен, потому что если они видят своих же учеников, которые, может быть, им, не знаю, либо нагрубили, либо что-то еще, они не хотят, чтобы они как-то предвзято относились. То есть, каждый раз, когда мы видим педагога, это будет новый человек. Я говорю, слушай, ты его увидел, ты же на улице его не узнаешь, но тебе же главное, чтобы я в тебе верила, тебе же важно, чтобы мама как бы была довольна, то сказать, мы уже как бы, мы в твоей команде, мы твои почитатели, так что не волнуйся насчет педагогов. Я считаю, что нужно обязательно акцентировать внимание на максимальное снятие стресса от экзамена. Вот тем самым, что в России говорят, мы проводим экзамены академические в зале. Это стресс. Это очень большой стресс для ребенка. Там вы никак не можете снять стресс. А если вы выведите за пределы школы ДМШ или училищ, или институт искусств, консерватория, если вы выведите куда-то в другое место, или просто человек будет играть, что хочет, там и стресса не будет. Потому что человеку нужно дать какую-то возможность играть там, где нету стресса. Понимаете, мы трудимся не для того, чтобы выходить на сцену и каждый раз бояться. Мы, наверное, трудимся для того, чтобы действительно дарить себе радость. Вот об этом был ролик. И не только об этом, но еще о разборе предупреждения.